подожди видео уже началось здравствуйте ребята поступил такой вопрос я прокачиваюсь по словесной импровизации я тренируюсь у меня все получается когда я нахожусь дома один но как только я выхожу на улицу у меня все отключается полностью вырубается мой мозг я ничего не могу воспроизвести я не могу сама раскрываться и я просто туплю что делать им первое что нужно понять это что у вас происходит тот момент когда вы не можете воспроизвести этот навык это мысли которые у вас включаются и говорят что вы какой-то не такой либо люди о чем-то подумают может быть это эмоции которые вас сбивают может быть это зажимы в теле может быть у вас зажимается как-то живот может быть зажимается плечи шея вы не можете дышать вам тяжело думать что происходит с вами второе что нужно сделать, это вытащить наружу. Бывает так, что человек не чувствует свои мысли, да, не понимает, что там происходит в голове, но он точно знает, что у него за зажимы в теле. И как только он вытаскивает эти зажимы в теле, он говорит, вот здесь зажим, вот здесь зажим, и вот здесь зажим на сосочке. Как только он вытаскивает это на бумагу, да, то есть он записывает, говорит, да, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и у него сразу же появляются и мысли. Вытащите это. Ну и самое главное, третий шаг, скорее всего, вы находитесь в тревоге. Тревогой бывает двух типов. Первый вид тревоги это в определенных ситуациях, например, с незнакомыми людьми. И есть еще один вариант тревоги, это везде включается тревога в общении с другими людьми. Если это включается везде, ребята, вам нужно пройти 100% тест по социофобии. Может быть вы считали, что вы глубокий интроверт, а на самом деле оказалось, что вы социофоб. Вы уберете у себя социофобию, будете продолжать прокачиваться по навыкам общения и вы уже не глубокий интроверт. Посмотрите, кстати, видео по этой теме, сейчас ссылка появится. Если у вас первый вариант, то ваша задача в этих ситуациях навык словесной импровизации, либо базовый навык общения, либо какой-то другой навык общения включать по чуть-чуть. Не надо там быть яркой, зажигающей личностью, не надо. Сделайте совсем чуть-чуть. Если это словесная импровизация, включите историю на 30 секунд и замолчите. Если это базовый навык общения, задайте пару вопросов, добавьте что-то от себя и опять же возвращайтесь на тот уровень поведения, который был ранее. Мозг каким-то образом вам говорит, чувак, ты всю жизнь был молчаливой какашкой и вот сейчас ты с этими людьми, которых ты слушал постоянно, хочешь включить словесную импровизацию и отжигать? Нет! Ты так не сможешь сделать, потому что они тебя не примут. Они начнут каким-то образом осуждать тебя, высмеивать тебя и говорить, что-то с тобой не так и вообще могут уйти от тебя. Поэтому мы не будем это делать. Поэтому я просто отключаю твое мышление. Но если вы постепенно будете включать навык, все будет хорошо. Мозг не будет сопротивляться, потому что вы всего лишь 30 секунд, всего лишь одну минуту. И с каждым разом вы будете время увеличивать. И недостаточно просто увеличивать время. Вам нужно также наблюдать за другими людьми. Вам нужно объяснить себе, что это безопасно, что вас никто не атакует, что никто не критикует и не говорит, что ты молчаливая какашка, тут ты изменился. Нет, этого ничего нет. Потому что вы видите подтверждение. Люди смеются, улыбаются, говорят, да, молодец, классно, все, продолжай дальше. И вы еще расширяете время. Еще одна рекомендация. Применять навык на безопасных людях. Это значит, что этот человек, вы точно знаете, что этот человек не будет вас высмеивать. Этот человек не будет вас критиковать. Применяйте только там, где вы точно уверены в этом человеке, что он вас послушает и ничего вам плохого не сделает. А теперь возвращаемся к варианту второму. Если вы социофобушек. В вашем случае нужно работать социофобией. Так просто вот эти рекомендации, которые я вам предоставил, они на вас могут не сработать. Потому что ваша социофобия, она распространяется на всех. Только после этого, когда вы уже начинаете убирать постепенно социофобию, вы можете применять навык на безопасных людях. Ссылка, кстати, сейчас появилась по работе социофобии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пока. Все, 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 спасибо. Было отлично. А это не мог. Что? Ты же говорил, что надо. Ну, мы можем это вставить где-нибудь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!